Жители Чувашии должны помнить о подвигах, совершенных в тылу. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики встретился с авторами информационного проекта «Сурский рубеж». Недавно были рассекречены архивные документы тех лет. Подробности в следующем материале. Осень 1941 года. Враг уже под Москвой. Немецкие войска могли пойти и дальше, вглубь страны. В Государственном комитете обороны принимают решение о строительстве «Сурского рубежа» и «Казанского обвода», которые должны были сдержать гитлеровскую армию. Эта задача казалась невыполнимой, но за 45 дней только в Чувашии удалось построить 380 километров окопов и противотанковых рвов. Это забытый подвиг, который мы должны вспомнить, потому что подвигы должны быть имена. И это действительно был масштабный проект по срокам, просиживая в архивах, изучая документы архивные вместе с краеведами, имена которых тоже есть. Это Пагендаев и Шумилов в том числе. Ну и те ребята, которые работают в регионах, в районах муниципалитетов и занимаются в том числе реконструкцией. Женщины и подростки рыли окопы в минус 40 градусов. Было мобилизовано более 170 тысяч человек, жители семи областей. Эта работа сродни подвигу, о котором необходимо помнить, отметил в Рио главы региона. Очень важно, мы как республика, прежде всего, должны наладить определенную работу, потому что, с одной стороны, проинформировать население, с другой стороны, привести ряд мероприятий. Олег Николаев признался, что в строительстве сурского рубежа принимал участие и его дед. Крайне важно, отметил в Рио главы региона, рассказать и о других героях тех лет. Самоотверженно отдавали себя этом же и обеспечивали в итоге вот ту победу. В следующем году в республике отметят 80-летие начала строительства сурского рубежа. Сохранить память о народном подвиге должны помочь постоянно действующая экспозиция в Национальном музее и районах республики. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.